Дмитрий Николаев, проектный менеджер по аудиоконференц-решениям IPC и мой коллега Юрий Якушин. Меня зовут Юрий Якушин, являюсь пресел-инженером аудио-видео части компании Appymatica. Сегодня мы будем говорить о конференц-системе серии TS-03, с чего она состоит, что она умеет, что нового по сравнению с тем, что было до этого момента. Конференц-система ITC TS-03, в основе, конечно, системы находится контроллер наш и, собственно, с чего хотелось бы начать. То есть, ITC компания постоянно совершенствует свое оборудование. В последнее время мы получили часть обновлений системы контроллера. Вы можете видеть, что новыми возможностями у нас теперь является возможность горячей замены контроллера, также серьезно обновился ассортимент микрофонов, также появляются новые вспомогательные устройства конференц-системы и появилась возможность интеграции с внешними системами управления, чего не было ранее. Эта серия уже выпускается достаточно продолжительное время, но есть множество новых функций. Но также есть и базовые функции, которые и ранее были. То есть это наличие аудиоматрицы в контроллере, возможность резервирования сигнала в системе, поддержка синхронного перевода также, функции наведения камеры и, собственно, часть базовых функций, которые в любой конференц-системе присутствуют. Чуть позже мы сейчас отдельно поговорим о тех или иных нюансах и особенностях конференц-системы. Ну, все-таки хочу тебя дополнить, что аудиоматрица — это тоже из разряда новых. Да. В предыдущем контроллере хоть и те, кто уже знаком с линейкой ATC, могут заметить, что визуально сам контроллер в плане, наверное, лицевой стороны, то, что мы видим непосредственно перед собой, она не изменилась. Сам корпус претерпел какие-то минимальные изменения со своей стороны. Сенсорный экран, через который мы можем какие-то основные моменты выполнить, посмотреть, какие у нас там микрофоны активные, сейчас там режим работы поменять, и минимальный набор основных индикаторов. Стандартный двухъюнитовый такой корпус. Основные изменения, они, конечно, там с обратной стороны, где непосредственно сами интерфейсы располагаются. Ну и новый контроллер, скажем так, как логическое развитие предыдущего контроллера. W100, который у нас был до прошлого года, что у нас снова, собственно, в статуре поменялось. Да, собственно, опять же, вот некая структура, схема вообще любой конференц-системы, это в основе ее контроллер TES-300M и дополнительное поворотное. Это и периферийные устройства, такие как модули расширения, точки доступа, то есть беспроводные точки доступа. Далее, ну система также колесового резервирования и отдельная система, конечно, классического звукоусиления, которая нужна, чтобы озвучить тот или иной зал и подать аудио-сигнал. Да, то есть это акустические колонки, акустические системы, усилители, различные системы процессинга аудио. Система синхронного перевода, которая также необходима в определенных случаях, где нужно какие-то международные включения обеспечить и так далее. Ну и, конечно же, сами микрофоны, да, то есть проводные и беспроводные микрофоны, которые включаются к нашему контроллеру, без которых никакая конкретная система в принципе невозможна. Сегодня, я так понимаю, мы с тобой будем в основном говорить о трех темах. Это о самом контроллере, периферийных устройствах и микрофонах. О звукоусилении системы синхронного перевода мы с тобой сегодня не будем говорить, хотя там тоже произошли... Отчасти, да, по синхронному переводу мы немножко обсудим. Да, но у нас и в постоянном обороне тоже произошли обновления, хоть в качестве сегодняшней темы у нас это не стоит, но если вам это требуется рассказать, что именно нового у ITC произошло, и там в системе звукоусиления каких-то отдельных звуковых процессоров, напишите нам, мы тогда тоже подготовим для этого отдельный вебинар, поймем, насколько эта вообще тема востребована. Так, да, то есть в основном у нас сегодня будет три темы. Сам контроллер, дополнительные устройства, которые расширяют его функциональные возможности, и беспроводные микрофоны с проводными микрофонами, потому что там серьезная гонейка. Ну и мы плавно подошли к самим микрофонам непосредственно. Можно их выделить на три глобальные темы. Это проводные микрофоны. Собственно, вы видите их на верхней части экрана беспроводные и встраиваемые. Встраиваемые мы вынесли отдельно, потому что на самом деле это те же самые проводные, и только у них такой специфический несколько форм-факторов. Да. Ну давайте поговорим, наверное, поподробнее о проводных, наиболее самых популярных микрофонах, которые мы в своих проектах закладываем. Тут добавился, там практически в половину расширился модельный ряд. Появились такие новые микрофоны, как TS03-02. Собственно, визуально он напоминает микрофон, который у нас был в предыдущей линейке в прошлой. У него там характерная особенность, которая в нем была, это наличие встроенных динамик. И, наконец-то, данный микрофон появился и в третьей линейке, со своим, скажем так, своим собственным индексом. Собственно, это можно увидеть по первым двум цифрам, что, собственно, как контроллер 03 начинается, так и все микрофоны в соответствующей линейке начинаются с индекса TS03. Потому что на текущий момент момент выхода этого микрофона у нас самый бюджетный и часто используемый был 03-08, но у него не было встроенного динамика. Здесь же он есть, и мы предполагаем, что в те проекты, где требуется все-таки в микрофонах встроенный динамик, как раньше мы были вынуждены использовать дорогую модель 03-10. Ну, здесь как есть преимущество, это недостатки, да, дорогого... Ну, да, там еще и сенсорный экран, конечно, бывает. Да, но не всегда он требовался. А здесь же уже такой более бюджетный и простой в какой-то степени микрофон, где кнопки, соответственно, начала разговора и динамики. И линейка микрофонов такая 03-18. Наверное, у них стоит выделить следующее, что у них микрофон-ушка, причем, соответственно, он в единственном виде, то есть его нельзя заменить. Да, гусины шеи. Гусины шеи в опции нет. И у них физические кнопки. Опять же, во всех остальных микрофонов, там 03-15, 03-08 и так далее, сенсорные, здесь же они физические. Возможно, опять же, есть ряд требований к микрофонам, где требуется именно лечь физических кнопок. Теперь мы тоже можем предложить для данных требований микрофона от компании ITC. И, наверное, еще хотел бы акцентировать внимание на микрофон 03-15. Это такой очень небольшого размера микрофон. Мы его показывали на АВ-фокусе, привозили, который был недавно по городам России, и будем показывать на московском АВ-фокусе, который в сентябре пройдет. Заодно приглашаем вас на посещение нашего демонстрационного зала в АВ-фокусе. По, наверное, проводным все. Опять же, мы будем несколько еще касаться потом этой тематики. По беспроводным микрофонам особенно больших изменений нет. Модельный ряд особо не поменялся. Также, как и было раньше, был 302-й микрофон, самый популярный с гусиной шеей. Также есть микрофоны с типом пушка. И есть такая интересная модель. Это TS-312. Он сделан в виде массива из микрофонов. Его основное преимущество в том, что он визуально не очень... Он достаточно широкий, но именно высоту он занимает минимальное пространство. Люди, которые не любят, чтобы у них перед, скажем так, лицом была гусиная шея, частенько сталкиваемся с требованиями, что людям это не нравится. Устали уже от гусины шеи и ушкам не нравится, то, возможно, и такой вариант. Как раз таки он тоже беспроводной. И есть встраиванные. Ну, здесь практически никаких изменений нет. Наверное, единственное, что... Можем сказать, что обновился матризированный монитор, который, ну, 2.30. Тут, наверное, единственный момент, что серия у нас 0.3, а микрофон все так же называется 0.2.30, да? Здесь с этим небольшие нюансы. Также у нас эти модели микрофонов поставляются отдельно, так и вмонтированы в единый корпус выдвижным монитором. Поэтому надо смотреть. Есть мониторы, которые подходят непосредственно к 3-й серии. У них есть специальный индекс в конце NT3. Видим вопрос в чате Романа Рыбакова. Про пушку можно поподробнее. А что именно, Роман, вам поподробнее? Не очень понял вопрос ваш. Можно какая-то конструктивная как-то работает. Да, лучше. Ну, давай пока подождем. Что можем поговорить про встраиваемые. Есть бюджетная модель на 3.32, где нет ни встроенного динамика, ничего. Просто микрофон. Да, совершенно верно. И есть на 3.36. Это микрофон, которого встроенного динамика все так же нет, но зато есть клавиатура для голосования. То есть можно выключить туда гарнитуру и, соответственно, выбрать канал синхронного перевода, в том числе и поучаствовать в голосованиях. Мы видим вопрос от Вадима. Как управляется через контроллер? Есть ли возможность включать и отключать отдельные микрофоны? Как он протокол управляется? Ну, опять же, начать вопрос мы ответим позднее. Но вообще все микрофоны можно как непосредственно с микрофонного пульта. Ну, там есть кнопки. У председателя на микрофоне две кнопки. Это кнопка включения микрофона и кнопка приоритета. У микрофона делегата всего одна кнопка. Это непосредственно активация микрофона. А управление происходит через программу управления к контроллерам. В том числе модератор может этим всем управлять. Также у контроллера есть свои собственные режимы работы. Такие как FIFA, Normal, Apply. Даже есть такой режим работы как Voice. То есть человеку не нужно будет физически, скажем так, своим пальцем нажимать на микрофон. Он просто начинает говорить. Соответственно, превышает тут пороговый уровень для акселуации микрофона. И он включается на контроле и можно задать время выключения. То есть когда уже человек перестал говорить, он микрофон сам отключился автоматически. Вот Роман как раз уточнется вопрос. Микрофоны типа Пушка называют вот такого вида прямоугольные микрофоны. Вы можете заметить на микрофоне, например, 03-18E, 03-18, 03-18C. И с другими микрофонами типа с индексом D. Ну или, например, на микрофоне TS-03-05. Это такое не то чтобы сленговое обозначение таких типов микрофонов. У них высшая чувствительность. Они рассчитаны из-за того, что конкретно к источнику звука в лице человеческого рта они находятся несколько дальше. И они в этом плане более чувствительны. И визуально меньшее место занимают. И у каждого микрофона есть свои характеристики. Тут, я думаю, лучше зайти непосредственно на наш сайт. Например, в карточку товара 03-05 на сайте компании Коматика. Через поиск можете ввести название. Быстро перейти в нужную карточку, чтобы не искать по каталогу. И посмотреть техническое описание. Там написано, какого типа микрофона, какое его направление. Можно более подробно это все узнать. Вижу вопрос по Вадиму. А есть ли задача интегрировать систему автоматизации? Есть ли такая возможность? Ну, мы об этом дойдем. У нас есть слайд по поводу того, с чем может взаимодействовать контроллер непосредственно 300-й. И прежде чем перейти к следующей теме, я еще хотел бы сказать, что контроллер это у нас, наверное, в единственном числе. Я имею в виду, что сам контроллер нет у его бюджетной версии. У нас просто вот этот контроллер, он является базовым для микрофонов. Что можем дополнить? Во-первых, сам контроллер у нас не умеет работать с сетью Dante. И этот вопрос можно решить двумя способами. Либо при помощи вот этого аудиопроцессора, который видите в левой верхней части экрана, называется 3400MIXD. Который позволяет как раз контроллеру звук с его микрофонов, там проводных и проводных, отправлять в сеть Dante. Это его основная задача. Он имеет одноюнитовый размер. Сам контроллер у нас двухюнитовой, скажем так, площадку занимает в стойке. А второй вариант решения этой задачи можно при помощи другого аудиопроцессора. Просто у нас есть аудиоматрицы, которые с аналогового сигнала выходного могут забрать звук и просто самостоятельно перевести его в сеть Dante. С двумя девайсами можно решить одну и ту же задачу. Также у нас есть процессор 0300MX, который увеличивает количество аналоговых аудиовыходов, доступные непосредственно контроллеру. Напоминаю, что у контроллера от 300-го 16-канальная аудиоматрица на обратной стороне находится. У нас, по-моему, там дальше слайд есть, да? Где мы показываем это более подробно. Ну, если вдруг этих 16 каналов не хватает, то, соответственно, вот есть социальное устройство, которое расширяет количество доступных аудиовыходов. Также у нас для подключения беспроводных микрофонов используются внешние точки доступа. Текущая модель – это W111, и в этом году мы ожидаем новую точку доступа – это W116. Микрофоны, напоминаю, беспроводные у нас работают по Wi-Fi сети 5-герцовой. Причем, соответственно, чтобы это работало, нужно использовать монобрендовые точки доступа, то есть контроллер IT и точки доступа тоже ITC. Контроллер у нас самостоятельно обеспечивает работу до 128 микрофонов проводных. И если нам нужно увеличить количество микрофонов, если большой какой-то конференц-зал, или, например, у нас один контроллер умеет работать на несколько конференц-залов, о которых мы тоже чуть подробнее попозже поговорим, то нужно заложить специальный контроллер, благодаря которому он тоже самостоятельно поддерживает 128, и добавлением таких устройств схемы мы можем до 4000 увеличить количество микрофонов проводных в системе. Появилась также новая функция кольцевого резервирования для проводных микрофонов. Для этого требуется специальное устройство в лице 0321. И часть микрофонов у нас имеет всего один физический интерфейс, и мы не можем микрофоны эти каскадом подсоединяться. Появился вот такой еще черненький небольшой разветвитель. 3.23b. Так, еще вопрос от Максима. В обратную сторону работает микрофоны Dante в систему? Нет, это только выходные интерфейсы. Если вы хотите какие-то дантовские микрофоны интегрировать в конференц-систему, этого не получится. То есть это нам уже понадобится аудиоматрица, которая поддерживает сеть Dante, чтобы она могла как отдавать в Dante сеть, так и забирать из Dante сети какие-то каналы звуковые, пакеты и заворачивать их в систему звукоусиления. Имеет ли контроль у встроенных подавителей обратной связи? Глеб спрашивает. Да, у него есть встроенный подавитель, но не на все случаи жизни он подходит. В идеале мы советуем использовать у компании T. Есть специализированные выносные устройства, одна юнитовые, по-моему, если не помните, это не двухканальные, которые непосредственно выполняют задачу для подавления акустической обратной связи. С ними они, во-первых, настраиваются, и с ними сильно это лучше работает. Мы вот на своих мероприятиях выездных тоже как копию нашей стойки вводим, где есть и конгресс-системы, и радиомикрофонные системы, и демонстрируем как раз-таки работу этих подавителей. Они отлично справляются со своими задачами. Давайте пойдем дальше. Вот эта функция 16-канальной матрицы, о которой мы говорили сегодня. В верхней части слайда вы можете как раз видеть обратную сторону контроллера. Мы видим 16 аналоговых подключений, то есть контроллер. Мы можем забрать с контроллера 16 различных сигналов. Что это позволяет сделать? На схеме мы видим группы микрофонов различные. Соответственно, под каждую группу микрофонов может быть своя акустическая система усиления звука. На практике нам это даст реализовать возможность подключения к одному контроллеру множество каких-то помещений конференц-системы. Вплоть до 16 по количеству, собственно, самих каналов. Как мы видим, можно использовать и проводные, и беспроводные микрофоны. Контроллер это поддерживает. Соответственно, проводные по литой паре, беспроводные через Wi-Fi, через точку доступа. Ну и, собственно, это очень уникальное решение. Можно существенно сэкономить на каких-то комплексных проектах, где несколько залов находятся в какой-то одной локации, и, собственно, можно все это закоммутировать на одном контроллере. В предыдущем поколении нам пришлось бы на каждую комнату установить по контроллеру. Но это существенная экономия. Да, тут что еще добавить, что это как и с проводными микрофонами работает, так и с беспроводными. Можно и в отдельности те и те микрофоны использовать их в смешанном, микшированном режиме. Вопросы какие-то. Можно ли и как организовать конференц-систему синхронного перевода на мультизональном зале? То есть, когда одно помещение может делиться нескольких зависимых, нужно ли несколько контроллеров или справиться совсем один. Если требуется синхроперевод, то такой решим мы не прорабатывали. Прямо сейчас не готовы ответить. Себе этот запишем и уточним, работает ли это синхропереводом. Благодарю вас за вопрос. Хорошо вопрос. Да. Также одна из базовых функций, которая была ранее, просто о ней напоминаем, это функция записи, цифровой записи всей конференц-системы, то есть у контроллера есть USB-интерфейс на передней панели, и с помощью тачскрина экран поддерживает работу с касаниями. Можно запускать, либо останавливать, то есть управлять записью. Единственный момент, что здесь мы записываем миксовый канал, все микрофоны идут в один файл, в MP3-файл, то есть мы не можем записывать по каналам, то есть по микрофонам отдельную запись. Полезная и нужная функция, которая практически теперь в любых конференц-системах должна быть. Да, важный момент, что контроллер, он просто записывает смешированный. Да, 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 именно смешированный. Звуковой кокет, то есть он никак не разделяет, ни по отдельности звуковые дорожки пишет. Возможно, в будущем, да, мы получим обновление очередное, которое позволит это сделать. Такую информацию мы не получили от производителя. Вот Роман Рыбаков спрашивает, что запускали на одном контролере несколько независимых конференций одновременно. Ну, самостоятельно мы этот режим не проверяли. В принципе, ничего не должно мешать. Скажу больше, что, в принципе, достаточно просто микрофоны подключить в конференц-систему, даже можно не делать никакие там планирования встреч, не спускать их. То есть микрофоны, они сразу и без планировки встреч начинают работать. И согласно, настроено ли это по зонам, либо это просто контроллер работает в рамках одной переговорной комнаты, ну, звук сразу начинает идти на выходные интерфейсы. Вот Олег тоже прошел про API. Забегаем вперед, чуть попозже мы об этом расскажем. А по поводу резервирования. Соответственно, в нон-контроллере в третьей серии у нас появились несколько, скажем так, возможностей резервирования. Да, несколько типов резервирования. Первый, который у нас там идет, это цифроаналоговое резервирование. Это работает только с одним типом микрофонов. Это TS0304. Это делается на самом микрофоне. Там у микрофона есть два физических интерфейса. Это Ethernet и, по-моему, он называется MiniXLR. И фактически в одном физическом корпусе микрофонного пульта скрыто два микрофона. Два независимых капсуля. Один работает по цифровой линии, второй работает по аналоговой линии. Одновременно они работать не могут. Одновременно, ну, работает либо цифра, либо аналог. Если у нас на линии обрывается цифра, то переключается на аналоговую и работает по обычной аналоговой линии. Из нового, к сожалению, мы еще сами тоже не смогли это проверить. Это появилась функция горячей замены. Именно самого контроллера. Именно, да, самого контроллера. Просто до этого момента, например, мы можем защититься от выхода из строя одного из микрофонов цепочки. Но если у нас, например, контроллер выйдет из строя, то тут выйдет из строя вся система. Так мы вот в текущей линейке можем защитить и сам контроллер от выхода из строя непосредственно мастера. К сожалению, пока не готовы очень много рассказать про эту функцию. Это совсем там новая вещь, но, опять же, у нас это в планах есть. Чуть, наверное, позже, если есть такая задача, мы уже там в личном общении сможем точно ответить, как это работает, с каким количеством контроллеров, сколько можно слейров будет сделать. И, что чаще всего нами сейчас в текущий момент используется, это кольцевое резервирование для проводных микрофонов. Это работает со всеми проводными микрофонами и делается при помощи специального устройства M321. Это такой адаптер, который обычно в конце схемы устанавливается. У нас на контроллере задействуются две линии из четырех, то есть это минимальная. Идет цепочка микрофонов. Ну, в качестве примера, здесь вот бюджетная линейка M3-08 представлена. И в конце этой цепочки ставится специальный аксессуар M321, который замыкает, скажем так, эту схему. И у нас что получается? Если выходит, например, первый по счету микрофон, в случае микрофона председателя, то без кольцевого резервирования у нас бы все микрофоны последующие бы перестали работать. Благодаря кольцевому резервированию у нас появляется второе плечо, через которое идет питание. И даже нет прерывания, как бы сказать, звукового сигнала. То есть микрофон не выключается, его не надо повторно включать. Он как работал, так и работает. И защита от выхода из строя самого микрофона, либо обрыва линий между микрофонами мы, как или иначе, защищаемся. Наверное, все видел краем глазом, что тут вопрос есть от Андрея Ретерского. Сколько времени беспроводной микрофон может работать от батареек? Мы вроде уже про микрофоны закончили, но в среднем, да, в среднем, конечно, по паспорту рассчитано на 8 часов разговора, то есть условно на рабочий день. Но зачастую это зависит от самих батареек и аккумуляторов, насколько они, скажем так, живы. Ну, мы, наверное, настоятельно рекомендуем после прохождения встречи, то есть это где-то, ну, сколько через встречи может идти? Час, наверное, два максимум. Ну, да. Все-таки ставить их на зарядку, чтобы не испытывать судьбу и не... Вот, для них есть специальное многопортовое, десятипортовое устройство, которое опытом, скажем, зарядит здесь много микрофонов сразу. Вот, приведем комментарий от Романа, предположение, горячая замена, возможно, при кольцевом резервировании. Очередно переочищаем линию на новый контроллер, молимся, чтобы не сгорело. Ну, надеемся, что все-таки такого режима не будет. Собственно, так как в контроллере у нас четыре выходных линии, мы, соответственно, можем две схемы на прямом, например, кольцевом резервировании сделать и защититься на уровне непосредственно самих микрофонов. Цифра аналогового резервирования, наверное, менее популярна, чем предыдущая, потому что, во-первых, это работает только на одном типе микрофонов, конкретно на 0.3 и 0.4. Мы вынуждены в этой схеме, как сказать, увеличить количество проводов на рабочее место, что на отдельный микрофон у нас идет и эзернет-линия, и аналоговая линия, и аналоговую линию мы еще должны тянуть с вами. Там был микшер, либо до аудиопроцессора, который бы запитывал, давал бы фантомное питание для этих микрофонов, а цифровая передача, то есть идет до коммутатора. Там у нас целый привычный кучок проводов получается. Но, возможно, есть сценарий, где непосредственно такой сценарий требуется, он, наверное, имеет место быть, если уже есть готовая для этого инфраструктура, почему бы и не воспользоваться. Смотри, как я понимаю, если у нас рвется цифровая, то по аналогу у нас просто микрофон с простым микрофоном, то есть он не поддерживает больше конференции. Да, то есть у нас там просто идет, как обычный аналоговый микрофон, то есть ты включаешь микрофон, и у тебя звук идет через процессор, нишу, и дальше на колонке. Ну да, получается, это менее универсально, но все-таки один из вариантов. Ray 50&Gays пишет, что выгодно по бюджету использовать экранированный аналоговый XLR кабель или включить по витой паре через Ethernet. С нашей точки зрения выгоднее, конечно, использовать цифровую линию. Во-первых, не надо тянуться аналогами летними, там сразу же возникает вопрос о наводок, и я думаю, что экранированные XLR кабели стоят ничуть не дешевле экранированные Ethernet-линии. Ethernet-линии зачастую целую бухту купил. То есть сам XLR кабель, он не так удобен в монтаже и не так эластичный. И очень большой. Да, у него XM-сер может быть больше, чем у этого пара. Да, могу сказать по себе, но мне больше симпатизирует, конечно, цифровое. Свернусь, все-таки вот этот способ пизелирования, мне кажется, он более такой оптимальный. Так, ну еще... Да, у нас новый, благодаря новым микрофонам. Да-да-да, у нас как раз, мы говорили немножко ранее, 318-й и 315-й микрофон, то есть вы видите на экране 4 микрофона. Чем они отличаются? Они имеют встроенный кабель, встроенную в эту пару, там длиной 1,8 метра. Собственно, мы их не можем подключить последовательно, как обычно. Ну, друг за другом по цепочке. Да, по цепочке, то есть поскольку у них нет разъемов дополнительных. Ну и, собственно, для их подключения мы вынуждены использовать маленький такой хаб 0.323B. Но это позволяет, собственно, организовать такую интересную схему, такое-образную, да, вот вы видите на картинке. Каждая пара микрофонов подключается к хабу. Два порта занимают микрофон, то есть там 4 порта всего. Два порта занимают сами микрофоны, два остаются для сквозного подключения следующей пары. Таким образом, отчасти мы тоже имеем некое такое резервирование, то есть в случае выхода из строя одного из микрофонов или линий летущих микрофонов, то есть само кабель отстроено. Остальная система продолжит работать, как бы, и проблем никаких не будет. Плюс еще важный нюанс, плюс этих микрофонов в том, что все-таки к ним подходит один кабель, и для каких-то заказчиков, возможно, это будет критично, да, чтобы в столе минимум был кабель, и всего лишь один кабель к микрофону это чуть лучше, чем два. Плюс, как мы говорили, сам микрофон на 3.15 очень компактен, ну и как бы это преимущество. Его, например, можно дотянуть до, например, там, трибуны электро или какого-то выступающего, чтобы особо много места обычно там либо компьютер ставить, либо уже какой-то монитор даже, может быть, в моменте, что там зачастую очень мало места, а благодаря его компактному размеру, может быть, как раз-таки туда его и поставить. Либо, например, на стол каких-нибудь там председателей, которые зачастую сидят отдельно, да, там на сцене, как вариант. Ну и, наверное, еще важный момент, что сам вот этот аксессуар, да, Т-образный хаб не идет в комплекте. Его, соответственно, нужно будет учитывать на каждую пару микрофонов. Далее функция автонаводения камер. В нашем контроле поддерживается протокол камер WISCO и LKD, что позволяет без какой-то внешней системы управления с камерами работать в сценарии автонаведения. Для этого мы заранее программируем некие пресеты на какие-то наши микрофоны, которые у нас стационарно располагаются в конференции. И в дальнейшем при активации того или иного микрофона контроллер дает команду, и камера наводится на говорящего. Мы эту систему рекомендуем использовать с ходеками I-Link VC880 и M800, но также это может работать и со сторонними камерами через RS-232. Да, то есть у контроллера на обратной стороне есть специальные разъемы RS-232, через которые он непосредственно отправляет команду, может, на терминал I-Link, либо на стороннюю камеру. В нашем портфеле, забегая вперед, таких камер, которые бы поддерживали управление PRS-232, нет. То есть мы тут их предложить не можем. А I-Link-вские камеры, подозап-камеры, таких интерфейсов не имеют, и мы их как раз-таки предлагаем реализовать при помощи кодека I-Link M880, либо M800, которые поддерживают вплоть до 9 камер работу. Обычно мы сталкиваемся, что больше трех не требуется, но, опять же, если вдруг какие-то и сценарии специфичные, где требуется конференциал с разных точек, требуется обзор, то, пожалуйста, это все можно сделать. И достаточно просто закупить отдельный кабель. А камеры, которые сторонние, которые имеют интерфейс-232 для управления зверью, они обычно этот кабель уже имеют в комплекте. И стороннюю камеру сам контроллер может управлять только одной, потому что там физически один интерфейс для этого. И обычно мы как раз-таки используем протокол VISCO, всем же самым кодеком по VISCO. Каким образом обеспечивается гальваническая развязка? Такой технический вопрос, честно говоря, я не готов ответить. Возможно, коллеги в чате смогут помочь с этим ответом. Вот я, к сожалению, не готов ответить на этот вопрос. И все-таки автоматическое наведение у нас, опять же, не привязано ни к какому-то определенному типу микрофонов. Мы можем как с проводными, так и с беспроводными. Но какая проблема с посторонными микрофонами в этом случае заключается в том, что надо не забыть, где этот сам микрофон стоял. Потому что у нас пресет настраивается к конкретному микрофону. Если микрофон поставили в другое место, то камера всему будет наводиться на старое место. И почему мы такую схему используем? Потому что у того же терминала Fiolink, у них только все направленные микрофоны, индивидуальных нет. И тут как раз такой симбиоз между двумя китайскими бендерами, и Fiolink и ETC. Роман Рыбаков спрашивает, точно ли известно, что контроллер может работать более чем с одной камерой Eolink? Да, мы это проверяли неоднократно. Для контроллера кодек Eolink является в виде одной камеры, а сам уже кодек Eolink распределяет по пресетам, какая камера будет относиться к тому или иному пресету. То есть у кодека создается единый пункт пресетов, вплоть до 99 штук. И мы говорим, например, что пресет номер один равен камере номер один. Опять же, у каждой камеры, которую мы родную Eolink подсоединяем к кодеку, свой порядковый номер есть. И, соответственно, пресет при создании указывается. Первый, второй, третий, например, в первой камере, четвертый, пятый, шестой ко второй камере. И когда у нас контроллер отправляет команду включить шестой пресет, то, соответственно, камера вторая поворачивается на шестой пресет. Функциал сильно прост. Мы частенько его закладываем, и у нас очень много запросов приходит, когда, например, требуется строить полноценную систему управления, когда нам не требуется светом управлять, жалюзями, кондеем. Требуется просто активация камеры по активному микрофону, то нужно только купить специальный USB RS-232 кабель, потому что у кодека Eolink нет интерфейса RS-232. Есть набор рекомендаций, соответственно, если есть такая задача, пишите нам, мы, соответственно, эти рекомендации мы с вами поделимся. Давайте пойдем дальше. У нас время потихонечку заканчивается. Вот как раз-таки по поводу интеграции. Важный момент, что есть список команд, вендор его называет API, которым можно, во-первых, отправлять на сам контроллер. Опять же, этот список команд не очень большой, мы им также можем поделиться, там ничего секретного нету, мы спокойно его высылаем на рассмотрение. Важный момент, что контроллер, наверное, по сети команды не может получать, то есть ему необходимо, опять же, внешнюю систему управления подсоединить по интерфейсу RS-232, и, благодаря чему, он будет получать команду. По активации какого-то микрофона, либо по смену режима работы конференц-системы, насколько мне известно, то есть там FIFA, я их называл там Normal, Voice, Apple. И, помимо прочего, в старой конференц-системе с предыдущей у нас контроллер управлялся только через специальную программу, которую на компьютере устанавливают, и по сети уже можно контроллеру поцелиться, и ему управлять там конференции создавать, микрофонами включать-выключать это можно. Но в новой появилось то, что часть функций, таких основных, связанных с микрофонами и работой в конференции, можно через веб-интерфейс. По API-шнику подсоединяемся, и, соответственно, там можно режим поменять, посмотреть, какой микрофон сейчас активный, или, например, вручную его активировать, если вы модератор конференции. Наверное, вот. Вопрос вижу от Глеба, а кодек WC800 доступен для заказа? Насколько мне известно, у кодек данный снят с производства, возможно, он еще есть где-то на складах. Актуальным кодеком является кодек митинг i800. Почему мы указали на предыдущем слайде все так же в 880-й? Потому что мы их продали в достаточно большом количестве, и, возможно, будет такая задача, что в конференц-зале уже стоит 880-й кодек, а нужна конференц-система. Как бы вопрос, будет ли работать, да, будет работать. Если это новый конференц-зал, то, конечно, тут уже надо закладывать митинг i800. Парное подключение микрофонов. Тоже как новая функция. Тут ее выделяют в качестве такой, как новой функции. Но, наверное, она работает не так, как у всех. Подозреваю, что здесь все-таки это микрофон не работает как... Точнее, два микрофона не работают как единая сущность. Фактически это мы, как это сказать, наверное, имитируем данную функцию путем того, что в конференц-системе минимальная задержка, то есть эти микрофоны, они будут с минимальной задержкой единый звук отдавать в контроллер, и они не будут друг на друга, скажем так, влиять, глушить или вызывать дискомфорт удаленного слушателя, как будто как два одновременных потока. Знаешь, наверное, как эффект такого эха не будет. Да, как бывает в микро. Благодаря этому можно вот два микрофона включить. Опять же, их нельзя удаленно по нажатию одной всего кнопки запустить или, например, активировать, нажать и включить микрофон в одного микрофона и сразу включится второй. То есть такого, к сожалению, нет. Есть такая небольшая хитрость, выполнена в данном режиме. Мы в течение сегодняшнего вебинара несколько раз уже говорили, что контроллер поддерживает возможность подключения одновременно и беспроводных, и проводных микрофонов. Это достаточно уникальная на рынке вообще особенность, которая на практике позволяет конфигурировать различные системы под любые задачи заказчика конечного. То есть очень удобно. При этом, как уже мы говорили, да, то есть проводных микрофонов мы можем к одному контроллеру базовым подключить до 128, но каскадируя дополнительные контроллеры расширения, до 4096 микрофонов может быть проводных в одной системе. С беспроводными здесь до 300 микрофонов. Опять же, это благодаря подключению до 6 точек доступа. Каждая из которых поддерживает до 50 микрофонов суммарно может получить 300 микрофонов беспроводных. Хотя могу добавить, что зачастую точек доступа ставят больше, ни одну, а две даже нету. Знаешь, не привязывают это непосредственно к самому количеству микрофонов. Благодаря тому, чтобы просто покрыть. Ну да, лучше покрыть, да. Потому что у нас Wi-Fi 5-герцовый, особенно если у нас зашумленное сильно пометанное офисное пространство, чтобы гарантированно на той части стола слух был хороший. Ну и при этом одновременно активных микрофонов у нас может быть 16 проводных и до 8 беспроводных. То есть если в каких-то сценариях использования потребуется больше, чем один активный микрофон, то система позволяет довольно большое количество их подключить. Ну вот как раз мы говорили про синхро-перевод. Несколько моделей наших микрофонов имеют встроенный интерфейс, разъем джек 3,5 мм и два на борту. То есть вы можете видеть, это 309, 310 и 305 микрофона. Что это позволяет сделать? То есть каждый микрофон таким образом может передавать два сигнала синхро-перевода и один микрофон может для двух слушателей, собственно, обеспечить синхро-перевод. При этом самые разные каналы. То есть два человека, которые владеют разными языками. Да, да. Это все равно свой собственный канал. Да, и мы видим на скриншоте, мы можем выбрать какой-то каждый использователь на сенсорном экране на микрофоне. Непосредственно может выбрать канал, то есть язык перевода, и настроить громкость под себя. То есть это получается полноценные, разделенные два канала. Кто-то и отчасти экономит бюджет некой системы, где мы можем на двух слушателей одним микрофоном обойти. Ну, конечно же, эти модели доступны, как мы видим, и с гусиной шеей, и с пушкой. Но здесь главная их особенность – это именно наличие разъемов джек. Сами наушники не входят в комплект поставки. Да, что тут уже на выбор партнера, либо самому конечному заказчику, что он хочет. Моноуральные, инуральные наушники, пожалуйста. То есть тут уже на вкус и цвет, как говорится. По поводу самого синхронного перевода, у нас сам контроллер 300М поддерживает встроенную систему синхронного перевода. То есть мы не только микрофоны делегатов и председателей можем подсоединить контроллера, но также специализированный микрофон-переводчик. Причем не один, а их там один и более. И благодаря ему, соответственно, эту задачу решить. А также в линейке ITC есть и, как бы это сказать, самостоятельная линейка системы синхронного перевода. Там есть свой контроллер, там 8-канальный, 16-канальный. Также есть радиаторы, излучатели ИК для беспроводных приемников, так и сами беспроводные приемники. И специальные кейсы для хранения беспроводных приемников. Поэтому мы можем, скажем так, две задачи решать. Это одну задачу, когда слушатели сидят и звук снимает непосредственно самих микрофонов пультов. Или если, например, у нас какой-то артовый зал, где слушатели просто сидят на стульях, и в том числе это тоже задача решить. Да, забегая вперед, сейчас один из кейсов, как раз такой мы рассмотрим. Хотелось бы сказать о сферах применения, где, в принципе, в каких проектах мы используем конференции системы. Это различные мультифункциональные залы, там и в отельной индустрии, и в бизнес-сфере. Это государственные конференции, то есть какие-то возучреждения, возаппараты, где происходят какие-то важные освещения. Судебные залы заседаний, да, это учебные заведения тоже различных форматов, там от школ до вузов. То есть мы видим большое количество проектов, которые так или иначе продлежат к одному из этих типов объектов. Ну, конечно же, переговорные бизнес-залы и банки с какими-то коммерческими организациями. Да, действительно, тоже большое количество проектов. Собственно, это любой из таких объектов мы можем оснастить именно конференцией системой, поскольку она универсальна и практически для любых задач подходит. И, собственно, хотелось бы обсудить уже какие-то непосредственно примеры, да, кейсы. Вот в данном случае некий универсальный зал. Здесь, допустим, у конечного заказчика одно из важных требований, допустим, у них там очень дорогой стол из какого-то красного дерева. И, конечно, мы здесь будем использовать беспроводную систему. Когда мы заложили, допустим, 301 микрофоны, установлена точка доступа, микрофоны беспроводные, мы просто их расставили на столе, и система работает. Как инсталляция, это акустическая система, 10-дюймовые динамики. Ну, а сам контроллер и усилители находятся, допустим, в какой-то комнате, серверные и так далее. То есть в конференц-зале все лаконично, все работает, собственно, универсальное такое получается решение. Могу, наверное, добавить, что у тебя, на самом деле, не только, например, какой-то дорогой, там, с улезом рамора, может быть, а просто банально, зачастую, что бывает, просто коммуникацию, знаешь, ремонт завершили, а провода забыли, знаешь, завести, что, оказывается, нужна еще и ауференция туда, уже проложить ничего нету, да, расставить микрофоны, а так хотя бы хоть какие-то микрофоны, друг говоря, сможешь. Опять же, почему 301? Ну, опять, просто это такие, как сценарии, которые мы с тобой рассматриваем. Благодаря сенсорному экрану, например, можно проводить там регистрации людей, во-первых, ввести подсчет, ну, не подсчет, наверное, даже, а как-то статистику приведенных свещаями, кто там участвовал, какие-то голосования запускать, в том числе, и, воверяясь там хоть какую-то экрану, в смысле, ты, соответственно, можешь, ну, да, поучаствовать в этом собрании. То есть, опять же, да, в этом решении может быть любое из беспроводных микрофонов, в зависимости от потребности конечного заказчика. Еще один из вариантов, это как раз кейс с конецовым резервированием, которое востребовано в каких-то залах для важных совещаний, то есть это могут быть какие-то центры управления, какие-то командные пункты, ну, и просто государственные учреждения, где очень важно, чтобы никаким образом не прервалось вещание и совещание. Соответственно, здесь мы будем использовать проводную систему, да, проводные микрофоны, и воспользуемся схемой кольцевого резервирования. Как мы видим, да, здесь 308-е бюджетные микрофоны проводные на схеме, TS-0321 устройство для кольцевого резервирования, ну, и классическая, опять же, система звукоусиления с 10-димовыми динамиками. Тоже довольно бюджетное, кстати, решение и весьма эффективный, супернадежный. Я бы тут еще хотел дополнить немножко слова Дмитрия. Здесь вот на примере очень удобно и заметно, что есть какие-то два микрофона, 0308-а. Так вот, те микрофоны, которые имеют индекс А у нас, это микрофоны делегатов. У нас в линейке ITC у всех микрофонов, микрофоны приседателя, микрофоны делегатов, это две физических разных микрофона. Нельзя из делегата делать председателя, и наоборот из председателя делать делегат. Как правило, да, на председателя одна дополнительная кнопка, делегатов ее нет. Поэтому это стоит учитывать при проработке проекта. Хотя бы один микрофон председателя точно должен быть в схеме. Ну, а там уже количество делегатов может быть, а количество уже максимально количества правонных микрофонов мы уже говорили. Да, да, да. Вадим, вот слайд с автоматизацией, мы когда кейсы закончим, вернемся. А Николай, вижу вопрос, может ли точка доступа быть подключена непосредственно контроллеру? Может быть подключена там через PUE-инжектор, либо через PUE-коммутатор? Потому что точку доступа, ее нужно запитать по PUE, а сам контроллер ее запитать не может. Поэтому если у нас одна точка доступа, то мы можем PUE-инжектор заложить. Если у нас точек доступа много, тогда это просто обычный, неуправляемый PUE-коммутатор. Давайте с тобой пойдем дальше. Да, очередной кейс. Это уже более глобальный, допустим, конференциал, какого-то высокого такого уровня. Здесь из особенностей, например, можно какое-то требование, да, конечно, заказчику. Как раз им надоели микрофоны гусиной шеи и попросили делать какое-то компактное решение. И мы здесь можем использовать беспроводные массивы микрофонные, W312, то есть они как бы меньше занимают места на столе, выглядит компактно. При этом также здесь уже решение с камерой, то есть мы с ними, в том числе, как мы уже говорили, можем автоматическое наведение камеры реализовать. Ну и беспроводная система, то есть есть точка доступа, опять же, система усиления звука, такая классическая, более масштабирована и немножко другого вида от системы. Это особенно в случае, когда заказчик просит именно такие микрофоны, не сильно занимающие много места. Да, здесь у нас одна идея, что у нас, там уже мы про беспроводные микрофоны с тобой говорили, да, мы подумаем, зачем нам опять о них говорим. Тут все-таки основная идея, что у нас здесь появляется система WKS, и что для этого какой-то внешнею систему управления не надо, естественно, ставим кодек, к нему ставим камеру одну или несколько и делаем просто привязку номера микрофона к ресетам. Да, и вот как раз синхроперевод, очередной кейс, это уже, допустим, какой-то глобальный такой зал с возможностью проведения международных или мультиязычных совещаний. Он уже оборудован какими-то дополнительными комнатами для переводчиков, и здесь как раз мы используем классическую систему синхроперевода, да, то есть к нашему основному контроллеру мы включаем систему синхроперевода, и, как можете видеть, в зале расположен инфракрасный излучатель, инфракрасные приемники. В президиуме мы как раз располагаем микрофоны с возможностью вывода синхроперевода в наушники, то есть для пользователей микрофонов достаточно будет просто наушники надеть, а в зале, соответственно, инфракрасная система обеспечивает покрытие. Да, микрофоны-переводчики устанавливаются переводчиком. Звукоусиление, поскольку большой зал, здесь могут быть либо линейный массив, либо, ну, какие-то более крупные портальные системы, насколько большой зал, и отдельно рассчитывается по мощности. Ну, в нашем портфеле есть и такие решения, то есть мы такие задачи можем решать, наверное, кроме постройки самовой кабинки для переводчиков, а саму акустическую периферию, как там микрофоны, передатчики и все это, оно в том числе и есть. И в нашем портфеле можно и независимые системы синхронного перевода строить на решение ITC. Ну да, это, собственно, кейс с многофункциональным залом, скорее даже множеством помещений, которые расположены относительно недалеко. И вот здесь как раз мы можем на практике применить 16-канальную матрицу контроллера, да, аудио. То есть таким образом, вот именно, допустим, мы имеем три помещения, которые имеют отдельные независимые системы звукоусиления, и, собственно, один контроллер полностью все это обеспечивает. То есть мы в каждое из помещений устанавливаем микрофоны, объединяем их в группы, и из контроллера сигнал выводим на каждую отдельную фактическую систему, получаем отдельную систему, да, никак друг с другом не конфликтующую. Вот таких помещений может быть вплоть до 16, по количеству зон. Возможно, это какой-то, знаешь, модульный зал. Сегодня он у тебя, например, полностью заполнен. Да, да, да. То есть у тебя все стенки виртуальные, там, ну, мобильные убираются, и у тебя как один большой зал получается. Бывает задачи, когда у тебя два, там, независимых мероприятия проводят, которые никак не пересекаются с друг другом. И в плане, что это, там, две совершенно разные компании. Ты взял, зашел в контроллер, и настроил, что это, там, две независимые конференции, и все, они работают, не мешая другу. Вот я вижу вопрос от Николая. Требуется ли контроллер синхроперевода, если не требуется икарь определенного звука? Как раз таки идея в том, что он не требуется. Сам контроллер 300-й, 300-й М, если мы звук выводим чисто на, вот эти вот проводные микрофонные пульты, с наушниками, допустим. Да, то дополнительный контроллер синхроперевода не требуется. Сам контроллер IT эту задачу на себе решает. То есть мы пульты переводчика напрямую подключаем к контроллеру, да, и выводим перевод, уже перевод через микрофон, через джек. А, мы обещали с кейсами закончить и вернуться к вопросу по автоматизации. Вадим, прошу пояснить вам, требуется слайд, где он интегрируется с терминалами E-Link или где мы там про API и SDK говорили? Ну, давайте тогда еще про API расскажу. Опять же, конференц-контроллер 300-й М по сети управляться не умеет. Там имеется в виду в плане API либо системы управления. Например, кодеки E-Link, они поддерживают API, можно и по USB интерфейсу, можно и по сети отправлять команды, там по активации камерам, либо с решением звонков для этой соответствующей команды. Контроллер же управляется только по интерфейсу RZ32. Опять же, если требуется более подробно посмотреть, какие команды, что именно он поддерживает, пишите нам, мы, соответственно, этот документ вам вышлем для ознакомления. К сожалению, мы как дистрибьютор сильно углубляться в эту тему не можем, потому что в нашем профиле нет систем управления. Сами инсталляцией непосредственно занимаемся практически никогда. Только, скажем, мы помогаем. Комментарь, Владимир, не видим. Время у нас, мы даже уже выбились. Систанем мы, давайте мы заканчиваем. Подводя итог, наверное, нашего выступления, хотим, опять же, вам рассказать, где можно посмотреть оборудование ITC вживую. Вы можете посетить демонстрационный зал в Москве и Екатеринбурге. В котором мы сейчас и находимся. Ну, находимся минимум двух, а в одном, в Москве. У нас здесь как раз представлено оборудование и ITC, и от компании E-Link. И здесь мы у себя настроили как раз решение, что по активации микрофона у нас к кодеку M800, у нас подключены две камеры, и эти две камеры, согласно разным пресетам, наводятся на ту или иную позицию. Записаться можно через наш сайт, ссылочка снизу, можете заметить. Или также непосредственно на нашем сайте, там есть вкладка, по-моему, там прям будет этот демо-рум написано, и вы попадете. Если вы ближе к Екатеринбургу, или вы там будете приезжать, в том числе, там же можно забронировать как Москву, так и Екатеринбург. Надеемся, в этом году у нас появится еще инфрационный зал в городе Санкт-Петербург. По крайней мере, мы работаем активно в этом направлении. Да, и, собственно, о наших преимуществах, о том, что мы для своих партнеров предлагаем, почему с нами стоит в Корее начинать работать, если вы еще не работаете. Подбор оборудования, да, то есть мы осуществляем очень качественный пресел, у нас отдельный отдел, так можно назвать. Мы помогаем партнерам, посылаете нам заявки, мы обрабатываем и подбираем оборудование непосредственно под какие-то задачи нужного конечного заказчика. Ну, то есть возьмем на себя всю эту тяжелую, нужную работу по преселе. Ну, и также мы ведем учет проектов, то есть мы соединим за тем, какие проекты к нам приходят и помогаем партнерам их реализовывать. Наличие на складе – это очень важный сейчас point, скажем так, да, то есть у нас можно отгрузиться в какую-то простую систему до 30 микрофонов, вообще можем отгрузиться складом. Это очень удобно, если там какой-то срочный заказчик, то это мы готовы своим партнерам представлять, то есть держим. Мы держим у себя со мной популярные, это обычно бюджетные микрофоны. Ну, это могут быть и беспроводные, проводные, да, какие-то и бюджетные, то есть никаких проблем с этим нет. Ну, и тут, наверное, сразу уже сказать про наличие, если мы затронули тему наличия, что если это нет наличия, то сколько это времени занимает? Да, по среднему, да, то есть около 12 недель мы привезем, опять же, никаких проблем, то есть канал ставки налажен, никаких сбоев сейчас не наблюдается. Также, конечно же, хотел сказать про гарантию, она база в 24 месяца. Платно можно продлить вплоть до 5 лет. Это также... И на микрофоны, и на всякие там... Да, на все устройства. На все у нас там получается 2 года гарантии. Тут мы еще про демонстрационный зал, это где по поводу посмотреть, но также у нас есть фонд демонстрационного оборудования, где мы можем предоставить оборудование АТСИР. То есть тоже важно понимать, что абсолютно не все мы держим в теме, но опять же, если есть интересный проект, в котором определенные вещи посмотреть, мы можем обсудить, если этого нет в текущий момент, когда он останется, соответственно, доступным, или когда мы сможем это предоставить, или при каких условиях. Пожалуйста, это тоже все обсуждаемо. И, наверное, на сегодня мы закончим. Корреги, мы благодарим вас за то, что провели этот час вместе с нами. Если у вас есть вопросы, мы еще, наверное, минут 5-10 посидим, посмотрим на них, и даже поотвечаем. Задавайте. Если есть какие-то темы, которые вам бы еще тоже хотелось бы услышать от нас, возможно, что нового еще появилось? Да, можете обращаться, контакты наши увидите. Мы всегда рады помочь. И по любым вопросам, ну, скорее, к Юрию, возможно, более техническим, ко мне более коммерческим, в любом случае будем рады вам помочь. Поэтому, да, еще раз вас благодарим. Будем ждать еще, наверное, минут 5, какие-то вопросы, если появятся в чате, ответим на них от Никиты вопрос. Требуется ли обязательно наличие в системе микрофона председателя? Если он не требуется, будет ли нормально функционировать система с микрофоном неделегатором? Знаете, мы всегда в проекты закладывали у себя, где мы зале тестировали, только с микрофонами председателя. В принципе, это работать будет, но в чате не будет функционала. Мы не можем, наверное, скажем так, гарантировать, что это будет работать без микрофона председателя. И на самом деле, я не вижу причины не закладывать микрофон председателя, потому что, если, например, затронуть вопрос цены, то по цене они никак не отличаются. Да, это очень микрофон. Они стоят абсолютно одинаково. То есть просто один заменить? Мы, наверное, даже рекомендуем, например, если есть какой-то проект, возможно, заложить даже зиповую позицию. То есть, например, не один микрофон председателя, а два для того, что есть... Хотя, опять же, процентов каких-то выходов устроен крайне мал. Только возможности, там у нас много микрофонов в системе, имеет смысл зип взять. Вадим, то есть через RS-332 есть возможность отключать и включать отдельные микрофоны. Если я правильно помню, надеюсь, я вас не обманул, а всех. там были команды на активацию микрофонов и через RS-332. Имеется в виду внешнюю систему управления. Опять же, Вадим, напишите мне. Моя почта перед вами на экран. Я вам вышлю эту инструкцию. Точнее, те управления. Там все должно быть видно. Коллеги, ну, вроде вопросов нет. Да, все, мы будем завершать. Еще раз, кто остался с нами, благодарим. Да, спасибо. Спасибо вам. Хороших праздников и до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok